Это единственный африканский пингвин. Это любящий родитель, который наперекор всему пытается взрастить потомство. Эти притягательные птицы, которым со всех сторон угрожают, нашли приют на южной окраине африканского континента. В какой-то момент по вине человека они оказались на грани вымирания, но теперь их численность снова возрастает. Берега Африки Залив Алгоа – последнее пристанище африканского пингвина. Под ударами волн, в окружении акул и морских котиков, этот самец пингвина пробыл в открытом море несколько месяцев. Он выбился из сил и еле держится на ногах. Он возвращается в особенное место. Для пингвина это надежное пристанище. Здесь он будет вне опасности, которая подстерегает его собратьев в других местах, из-за чего их численность сократилась с нескольких миллионов до 25 тысяч размножающихся пар. Среди этих голых камней его ждет самка, которая уже присмотрела место для гнезда. И теперь, с наступлением лета, когда начинается новый брачный сезон, пара столкнется с главной проблемой – как вырастить потомство. Если они хотят выпустить здорового птенца в океан, вырастить его до момента, когда он сам поплывет, им придется отдать всю свою энергию и проявить стойкость. Залив Алгоа обеспечивает им надежную защиту, и шансы на выживание у них заметно увеличиваются. Южный берег африканского континента к востоку весь изрезан многочисленными бухтами и заливами. В районе залива Алгоа к берегу вплотную подходят бескрайние песчаные дюны. Это часть национального парка Аддо, знаменитого на весь мир слоновьего заповедника, который является прибежищем для африканских гигантов. Это огромный заповедник площадью свыше 1800 квадратных километров. А в самом заливе два маленьких островка обеспечивают надежное укрытие пингвинам. С воздуха они кажутся совсем крошечными. Остров Сент-Круа. В длину всего 650 метров. Этот каменистый остров практически лишен растительности. В восточной части залива находится птичий остров, который покрыт травой и кустарником. Самая высокая точка этого открытого острова составляет всего 6 метров над уровнем моря. Об эти грозные камни разбилось не одно судно. Ситуация изменилась только в 1852 году, когда на острове построили маяк. Но для африканского пингвина эти суровые острова – единственное спасение. Половина всей популяции африканских пингвинов живет в этом заливе. Но по своей численности они сильно уступают колонии бакланов, которые живут с ними по соседству. Пингвины и бакланы плохо уживаются друг с другом, но география острова такова, что их пути не пересекаются. Бакланы гнездятся на открытых участках, в то время как пингвины ищут убежище в кустарнике. Но когда они все же сталкиваются, разгораются нешуточные страсти. Но самая главная битва их ждет впереди. И это битва за выживание. Здесь, в заливе Алгоа, африканский пингвин не собирается сдаваться. Пингвинам немного не по себе в жаркой и сухой Африке. Но эти птицы приспособились к африканскому континенту, и на то есть две причины. Холодные воды и обилие свежей рыбы. Пингвины питаются анчоусами. Они составляют более 90% их рациона. Кроме того, они не прочь полакомиться сардиной, ставридой и рыбными личинками. Но причина, по которой они поселились в заливе Алгоа, связана не только с едой и холодными водами. Большинство морских птиц гнездятся на земле, тем самым подвергая себе опасности со стороны наземных хищников. Для решения этой проблемы они выбирают острова, на которых отсутствуют опасные млекопитающие. Эти два острова в заливе Алгоа предоставляют им надежное убежище. Но и они не могут спасти пингвинов от одного наземного хищника – человека. Более века назад этот остров был не заповедником, а скорее полем битвы. В 19 веке купцы прочесывали острова Южной Африки в поисках ценного товара – гуану – разложившегося помета морских птиц. Огромное количество пингвинов было либо вытеснено с острова, либо убито. Сегодня следы этого нашествия видны повсюду. В наши дни в тени этих обломков пингвины занимаются своими повседневными делами. Объединившись в пары для спаривания, пингвины начинают строить гнезда, а после заводят потомство. Брачный сезон переходит в активную фазу. Пингвины разбредаются по каменистым берегам птичьего острова в поисках своих давних партнерш, с которыми они не виделись много месяцев. Они точно знают, где их ждут партнерши. Им не нужно торопиться. Встреча состоится в том месте, где они в прошлом году построили гнездо. Многие полагают, что пингвины выбирают партнера на всю жизнь. Но, согласно новым теориям, они скорее верны своим гнездам, нежели партнерам. Это очень опытная пара. Они приходят на это место уже в течение нескольких лет и знают, что делать. Не теряя времени, они приступают к созданию новой семьи. Романтика уходит на задний план. Здесь главное – побыстрее сделать свое дело. Но не у каждого есть партнер. Для одиночек сейчас самое время в этой шумихе найти себе пару. Считается, что самцы привлекают самок при помощи этого протяжного выкрика. Благодаря характерному звуку этих пингвинов прозвали ослинами и еще называют очковыми пингвинами. Пингвины выбирают себе партнера приблизительно такого же размера, как они сами. Как только они нашли потенциального партнера, они переходят к тактильным ласкам, прикасаются друг к другу клювами и вступают в физический контакт. Если ухаживание прошло нормально, они образуют пары, после чего приступают к строительству гнезда и созданию семьи. Но построить жилище на каменистой поверхности непросто. Африканские пингвины предпочитают гнездиться в норках, которые они раскапывают при помощи клювов и когтей. Когда-то птичий остров был полностью покрыт толстым слоем гуана, и пингвины с легкостью рыли норы в этой пористой массе. Но когда гуана не стало, они перестали рыть норы. Теперь они строят гнезда на каменистой поверхности из имеющегося подручного материала. На птичьем острове это в основном трава и ветки. Редактор субтитров А.Семкин Они трудятся, не жалея сил, но не всегда получается. Их тела предназначены для плавания, а не для строительства. Некоторые из них никак не могут постичь азы инженерного искусства. Соорудить дом в воде – это уж слишком амбициозная задача. А некоторые новички не могут вспомнить, в каком месте они оставили своих партнеров. Это очень длительный процесс. На все это может уйти не одна неделя. Такая охапка дерна выглядит очень впечатляюще. Как только пингвин принес материал, его можно добавить в гнездо. Сложную работу гораздо проще выполнять совместными усилиями. Строительство гнезда укрепляет узы внутри новообразовавшейся пары. После того, как гнездо готово, пингвины приступят к спариванию, а затем будут по очереди ловить рыбу. Их неуклюжие попытки в конце концов должны увенчаться кладкой из двух яиц. В результате отлива обнажается интересное сооружение – старый стапель. Когда-то по этой бетонной рампе спускались на воду лодки и катера. Сегодня он служит нашим пернатым друзьям. При помощи него пингвины могут попасть в океан в любую погоду. Для тех, кто возвращается после долгой изнурительной рыбалки в открытом океане, это довольно удобный проход на сушу. Мягкий, покатый склон, а не острые камни, как на других участках береговой линии. А те, кто собираются отплыть, могут здесь смыть грязь и привести себя в порядок. Этот ритуал очищения носит не только косметический характер. Чтобы выжить в холодном океане, пингвинам необходима водонепроницаемая смазка. Чтобы как следует подготовиться к продолжительному путешествию, они останавливаются, чтобы размазать секреты скобчиковой железы, расположенной у основания хвоста, по всему оперению. Водные процедуры могут занять целый час. В это время за ними будут следить любопытные взоры. Молодые пингвины слоняются здесь без дела, наблюдая за приплывающими и отплывающими, и дожидаясь, когда у них закончится линька, чтобы они тоже могли отправиться на рыбалку. Предположительно, эти юные особи делают то, что и все остальные молодые птицы. Собирают полезную информацию. Они высматривают, кто из взрослых в наилучшей форме. Те, у кого больше жира и лоска, соответственно, лучше питаются. Но неопытные юнцы могут перейти дорогу взрослым особям. Те, кто встают на пути у изнуренных и обессилевших охотников, получив удар клювом, сразу же отходят на свое место. Но стапелем разрешено пользоваться только пингвином. Бакланы, которые осмелился залететь не на свою территорию, сразу начинают атаковать. Пингвины настроены враждебно, но при этом не лезут на рожон. Ведь клюв взрослого баклана может нанести серьезную травму. Этот самец возвращается с охоты. Он сильно устал, но хочет как можно быстрее вернуться к своей семье. Домочадцы с радостью его встречают. Каждое воссоединение сопровождается приветствием. Выкриком, который уникален по своей природе, как и отпечаток пальца. Ритуал признания – это некая форма приветствия и способ укрепить узы внутри семьи. Но если что-то пошло не так, последствия могут быть очень серьезными. Этот вернувшийся самец плохо исполнил свою часть ритуала. И самка выказывает свое недовольство. Их единственный птенец голоден, но она не подпускает его к нему, чтобы накормить. Она просовывает свой клюв между ним и птенцом. Тогда он прибегает к другой тактике. Когда она отворачивается, он пытается украдкой передать птенцу еду. Но она сразу же это пресекает. Ее посыл ясен. Либо ты поздороваешься как следует, либо будешь спать в другом месте. Во всей колонии птенцы отчаянно устраивают сцены по выпрашиванию еды. И не безрезультатно. Вернувшийся родитель принес много непереваренной рыбы в желудке. И он отрыгивает ее до тех пор, пока птенцы не насытятся. Во время кормления не теряется ни один кусочек. Клюв родителей и клюв птенца плотно соприкасаются. В результате еда попадает куда нужно. И растущий организм получает все до последней крошки. Этим двум птенцам повезло. Их размеры, состояние здоровья свидетельствуют о том, что их родители отличные добытчики. Подобные сцены разыгрываются по всему острову. И вот теперь, в самый разгар брачного сезона, как оказывается, взращиванием потомства занимаются не только пингвины. Посреди птичьего острова сосредоточилась гигантская популяция бакланов. Самая большая популяция этих птиц в мире. Их брачный сезон подходит к концу. Тысячи пар успешно вскормили своих птенцов. Многие из этих юнцов все еще здесь. Они робко машут крылышками, пытаясь взлететь. Но им еще нужно многому научиться. Скоро они отправятся на охоту в открытое море, где будут демонстрировать фигуры высшего пилотажа, ныряя за своей добычей. Бакланы, которые откладывают всего одно яйцо, не имеют права на ошибку. Неудача будет означать потраченное в пустую время в период брачного сезона. Два яйца, как в случае с пингвинами, значительно увеличивают шансы на успех. Если будет достаточно пищи, то здоровые и сильные родители смогут вырастить двух птенцов, и они выживут. В этом жестоком мире два яйца являются скорее подстраховкой, нежели излишком. Птенцы вылупятся с интервалом в несколько дней, и тому детенышу, который будет покрупнее, достанется больше еды, поскольку он сможет настойчивее ее просить. Менее крупный отпрыск тоже просит еды, но его никто не слушает. Он здесь лишний и вряд ли сможет выжить. Родители могут проявлять друг другу нежность, птенцы могут выглядеть сытыми и довольными. Все в жизни этого семейства может быть тихо и спокойно. Но за этим скрывается суровая действительность, и одна неудачная охота может привести к гибели птенцов. Детки постоянно нуждаются в пище. И дальше ситуация будет только усложняться. По мере роста птенцов их потребность в еде лишь увеличивается. Пока не закончится линька, они не смогут сами добывать себе пропитание. Они целиком зависят от родителей, которые должны приносить домой все больше и больше еды. В конце концов, оба родителя вынуждены выходить в море, а голодные птенцы тем временем сбиваются в кучки. Эти посменные дежурства наилучший способ защитить детенышей. Родители спускаются по стапелю и направляются на восток. Там обычно бывает много анчоусов. Шансы на удачу велики. Раньше они часто попадали в рыболовецкие сети. Но когда вокруг островов сделали 20-километровую запретную зону, расстояние до крупных косяков анчоусов сократилось, и им теперь нужно плыть не так далеко. И все же пингвины должны преодолеть 15 километров до места кормежки. Поэтому подобные заплывы длятся от двух часов до двух-трех дней. Эти юркие проворные пловцы способны развивать скорость до 20 километров в час. И если на суше эта самка неуклюжа и смешна, то здесь она в своей стихии. Она ныряет, рассекая плавниками темную толщу воды. И за несколько секунд преодолевает расстояние в 70 метров. Она выискивает большие скопления рыб, маневрируя под своими потенциальными жертвами. Заняв позицию, она начинает атаковать. Она наедается сама и набирает еду для своих малышей. После того, как она поела, ей нужно будет продержаться до следующей вылазки. Поэтому она замедляет процесс пищеварения, чтобы большая часть пищи в желудке осталась непереваренной, и она смогла бы после возвращения отрыгнуть ее практически свежей. Вне брачного сезона пингвины могут проводить в воде по нескольку недель, а то и месяцев. В это время они не подходят к берегу, предпочитая спать в море. Но сейчас им нужно кормить птенцов, и кроме того, их ждут партнеры. Обычно родители приветствуют друг друга и затем меняются местами. Но сегодня был богатый улов, так что оба родителя могут дольше обычного побыть вместе и уделить друг другу побольше времени. Это редкие моменты, когда пингвины вместе. Охота сегодня может несколько часов подождать. Затишье не бывает долгим. На следующий день остров накрыл прилив. Прибой является главным препятствием на стапеле. Те, кто собираются на кормежку, должны выждать. оказавшись в воде, они должны преодолеть гигантские волны. Они должны быть в небе. А те, кто возвращаются из океана, сталкиваются с еще более сложной проблемой. Они плыли долгие часы, используя задние конечности только в качестве руля. И теперь им очень сложно устоять на ногах, поскольку ноги их попросту не слушаются. И некоторые прибегают к хитрости. Оказавшись не в состоянии побороть волны, этот пингвин снова заходит в воду, чтобы океан сам вынес его на берег. Прибой причиняет много неудобств и одному молодому баклану. В это время тысячи птенцов вылупляются из яиц и учатся летать. Еще толком не овладев искусством полета, этот молодой баклан провел много времени в воде. Его перья промокли и стали тяжелее, так что лететь ему теперь еще сложнее, чем раньше. От ударов волн он потерял ориентацию в пространстве, и у него практически нет шансов выжить. А на суше, при полном отсутствии ветра, жара становится просто невыносимой. Пингвины могут пить морскую воду благодаря специальной железе в ноздрях, которая фильтрует соль. Жажда их не мучает. Но зато они перегрелись, поскольку неподвижно сидят на гнездах. Благодаря высокому содержанию жира и мощному оперению, пингвины не мерзнут в холодной воде. Так что единственный способ справиться с жарой – это повернуться к солнцу спиной, раскрыть клюв и попытаться охладиться. Некоторые пингвины стараются оградить своих малышей от палящего солнца. Другим малышам некуда спрятаться, и они тяжело дышат возле родителей. Для молодых родителей сидеть на жаре – невыносимая мука. Брошенное гнездо свидетельствует об экстремальных погодных условиях в летнее время. Летом, под воздействием солнца, эта земля становится малопригодной для жизни. Но так было не всегда. Когда-то пингвины залива Алгоа рыли глубокие норы в Гуана, которым был покрыт остров. Эти норы, прохладные летом и теплые в зимнее время, защищали от воды и являлись идеальным местом для взращивания потомства. Но в середине 19 века ситуация изменилась. В эпоху индустриализации выяснилось, что Гуана не только отличное удобрение, но и прекрасный источник селитры, который является ключевым элементом при производстве пороха. И люди внезапно устремились за Гуана, пытаясь собрать его как можно больше. Все крупные державы стали прочесывать планету в поисках залежей белого золота. Конгресс США даже издал акт в 1856 году, согласно которому американские граждане могли объявлять своей собственностью землю, содержащую Гуану, если эта земля не принадлежала другой стране. Вскоре лихорадка добралась до Южной Африки. И на прибрежных островах, где за много тысячелетий сформировались залежи Гуана толщиной в десятки метров, его стали собирать, грузить на корабли и вывозить, в результате чего осталась голая земля. Это был удар по африканским пингвинам. Но самое страшное их ожидало впереди. По мере того, как люди появлялись в этих краях, им требовалось пища и топливо. И для этих целей они использовали пингвинов. Огромное количество яиц было собрано и употреблено в пищу, а тысячи взрослых особей были сожжены в качестве топлива. Их жирные тела и покрытые смазкой перья лучше горели, нежели чем сырая прибрежная древесина. Но Гуановая лихорадка так же быстро закончилась, как и началась. Оброшенные сооружения достались пингвинам и суровому климату. По мере роста температуры, голодные птенцы все больше и больше требуют еды. В колонии пингвинов постепенно закипают страсти и нарастает напряжение. Внезапно начинается оживление. Появился непрошенный гость. Молодой баклан смог взлететь в безветренном воздухе, но был вынужден совершить аварийную посадку в самом неудачном месте – посреди колонии пингвинов. Баклан в растерянности. Он не знает, куда ему идти, и не догадывается, что ему угрожает смертельная опасность. Со всех сторон рассерженные пингвины выказывают свое недовольство. Эти родители не хотят покидать свои гнезда. Баклан остается вне зоны досягаемости их клювов. Но удача покидает его. В самый неожиданный момент на берег из океана выходят вернувшиеся с кормежки пингвины. Они видят, что незваный гость приблизился на опасное расстояние к их гнездам и нападают на него. Баклан опешил. Он ранен. Его сбила с толку агрессивная атака пингвинов. Но, несмотря на опасность, он не пытается сбежать, либо защищаться. Пингвины беспощадны. Первый полет этого баклана станет для него последним. Семья в тревожном ожидании. Наконец, знакомая фигура пробирается к гнезду. Но с ним случилась беда. На этого пингвина напала акула. Он не может издать характерный опознавательный выкрик. Сидящий родитель отворачивается. Теперь, когда один родитель ранен, семья не сможет прокормить птенцов. Для этого семейства брачный сезон окончен. Жара, голод, опасности, поджидающие в океане, сделали свое дело. Но теперь еще одна угроза замаячила над Индийским океаном. Надвигается плохая погода. Температура стремительно опускается. А еще несколько часов назад острова изнывали от жары. Как только начинается дождь, острова покрываются грязью. Холод и сырость противопоказаны птенцам. Вода пронизывает малышей насквозь, поскольку у них еще нет водозащитной смазки. А малыши повзрослее слишком большие, чтобы родители могли их укрыть от ненастия. У промокших насквозь и замерзших малышей постепенно развивается гипотермия. Маленькие и ослабленные детеныши погибают в результате такого холода. Холодные фронты будут чередоваться с изнуряющей жарой, а брачный сезон, растянувшийся на все лето, захватит и осень. Птенцы будут и дальше погибать от экстремальных погодных условий. Но борцы за охрану дикой природы, там где могут, помогают голодным и брошенным малышам. И если численность других колоний на африканском побережье продолжает уменьшаться, популяция пингвинов в заливе Алгоа остается неизменной. Но птенцы – не самое ценное. Гораздо ценнее брачующиеся взрослые особи. Погибший птенец – это, конечно, потеря. Но две взрослые особи, если их защитить, в будущем могут произвести еще много птенцов. Чтобы помочь им, специалисты по охране природы соорудили на птичьем острове искусственные гнезда. Эти цементные полутрубы защищают от попадания воды, а в жаркие дни в них циркулирует воздух. Получается, что птенцы защищены от дождя, а яйца спрятаны от хищных чаек. Подобная стратегия эффективна. У пар, которые гнездятся в таких бетонных жилищах, потомство удвоилось. Наличие запретной зоны вокруг островов тоже играет на руку популяции. Как показывает практика, когда рыболовецкие суда держатся подальше, количество пищи возрастает. А чем больше пищи, тем более благоприятные условия складываются для семейств. А это значит, что гораздо больше птенцов достигнет зрелости. Ученые заметили, что когда пищи в изобилии, пингвины дважды вступают в брачный сезон. Иногда производя на свет до четырех птенцов. Это бесценно для популяции, которая нуждается в увеличении своей численности. Следующее поколение пингвинов уже подрастает. Когда они выйдут в море, колония сделает еще один маленький шажок на пути к восстановлению своей численности. Они научатся ловить рыбу и со временем станут умелыми охотниками. Когда они окончательно повзрослеют, они вернутся сюда, найдут себе пару и, если повезет, заведут собственное потомство. Африканский пингвин – одна из самых примечательных птиц на континенте. Их будущее под вопросом. Но здесь, в заливе Алгоа, благодаря этим островам, чаша весов постепенно склоняется в их пользу. А тем временем, подобную успешную тактику по сохранению численности пингвинов можно было бы применить и в других колониях на африканском побережье. Африканские пингвины – необычные обитатели мирового океана. Преданные родители взращивают свое потомство в сложных, а зачастую и в жестких условиях. Но здесь, под защитой залива Алгоа, у них есть надежда. Это прибежище, крепость и будущее африканского пингвина. Продолжение следует...